вообще жесть я чуть не испытываю по этому поводу никакой радости а если я плюну тебе в лицо ты умываться год не будешь и будешь всем ходить и рассказывать что меня обхаркала королева осветлить московскую область для того чтобы она не зачернялась так сказать иностранными гражданами не надо пускать тех кто не знает языка жители Мариуполя все чаще говорят нам не надо столица Донецк мы знаем только одну столицу это Москва это ж надо так себя унизить у него контракты не существует он свой долг родине отдал отпустите моего сына привет друзья меня зовут Олена Курбанова и вы на моем ютуб-канале Курбанова Лайф а это свежий выпуск російської антипропаганды их антикринжатини и перепису того каким боляче как они страждают от свежих прильотов вы не забывайте лишать нам подобайку и обовязково подписывайтесь на ютуб-канал Курбанова Лайф бо сьогодні мы вам покажем таке на Росії знову неспокойно а кто с нами давно то и знает что я еще понад рік тому пророкувала что до Росиан почне долетати долетати в абсолютно різні региони і це будуть НПЗ военно-промисловий комплекс і не тільки яксліки ми зможемо наростити свої сили створити безпілотники і не тільки так в них і буде палати і це ми ще не дочекалися американської згоди використовувати зокрема їхнє озброєння Тож ми зібрали усі найпрекрасніші найчудовіші непалаючі кадри сьогоднішнього дня і що відбувалось за паребриком во во аху а х** а х** глянь а вылетает, да , садиться в смазі а не по старим метам уйти а? Просто капец Это где-то Походу это около своей работы, да? Мама говорит, что это может быть Это Мама говорит, может быть нефтебаза Деревня полевая Вообще горит ужас Что-то Свистит что-то Вообще жесть Тишина камеры, блин, непонятно Там вообще Огонь сильно Может быть там Это осколки, все такое горящее попало Но я не верю в то, что оно Это могу прям сам беспилотик попасть Вообще Ну вот собственно Город Герой Новороссийск Уступает в мусоре Компания ЭКОЮК, которая занимается вывозом, должна заниматься вывозом мусора На жалобы не реагирует Куча С каждым днем растет все больше Это в каждом районе города Властей не реагирует Мусор разлетается, растаскивает собаки Крыса ходит уже просто пешком И это на минуточку Когда в городе пожароопасность пятого класса Когда у нас все горит Жара стоит несусветная Запахи можно себе представить Ну и собственно вот Картонные коробки Пожалуйста Ждем пожара в жилом районе Мэрия не реагирует Зампа ЖКХ Нам необходимо развлечь ситуацию Власти в городе нет Нет, она есть Тогда официальная Важно, что жители Мариуполя Не считают это властью Жители Мариуполя все чаще говорят Нам не надо столица Донецк Мы знаем только одну столицу Это Москва Бизнес Пожалуйста, приезжайте Не надо решать это с Донецком Это можете решить Прямо в Москве Пока здесь разводится ситуация С руководством Произошло здесь много негодяйства Меня поразил Последний момент Это 300 тысяч Конфискованных квартир И вдруг Пушелин Такую примитивную чушь Говорит Что это была досадная ошибка Нет Это не была досадная ошибка Это было А вдруг Проскочу Не проскочу Представьте какой масштаб А представьте Сколько здесь всего В Мариуполе Сейчас Стоят Кварталы На отжимание Территории Вот такие Апетиты Мариуполь Не хочет С республикой Иметь ничего общего Мариуполь хочет Быть Россией Мариуполь Будет Россией Здесь Больше 90% Граждан С российским Гражданством Мы Не имеем Даже права Таким большинством Подчиняться Республиканскому Меньшинству Надо решать проблемы Мы сами их не решим Я еще раз Обращаюсь Российским политикам Пожалуйста Помогите Разволить ситуацию Короли пропаганди Сьогодні Звісно Теж Вийшла На свои Робочі місця З одного боку Нічого особливого Ми вже все це чули З іншого боку Безкінечно Вони Переконують Свого глядача В своїй правоті І в тому, що Тільки вони Знають істину А ще тільки Вони вміють Аналізувати Як світову геополітику Так і ситуацію На фронтах Понад два роки Вони розповідають Про те, як увесь світ З ними бореться А вони Два роки перемагають Тільки результат Як то казав класик Все ж таки На табло Безпощадно Но примерно так же Как два года назад У вас зависал Какой-нибудь рутью Бессмысленной Вот что означает Замедление Ютуба Я почему как бы И начал с того Что испытывают Раздвоение личности То есть вот я Я, да Как вот-вот-вот Так сказать Настоящий патриот Который отдает себе Отчет в том Что идет война В том числе информационная Должен сказать Ну наконец-то А как простой Взрослый Русский человек Я что-то не испытываю По этому поводу Никакой радости Ведь Как известно Можно говорить Халва-халва Но от этого Слаще во рту не будет Ну довольно известная Восточная пословица Вот можно В течение Двух с половиной лет А до этого Еще десять лет Говорить о том Что нам нужны Наши собственные Видеохостинговые платформы Но они от этого Не появятся Из того закона Которого мы принимаем Спасибо Бессонов Евгений Иванович Уважаемый Анатолий Геннадьевич Значит Криптовалюта Это валюта Недружественных государств Если мы уже В стране Замечаем Количество Электрической энергии Тратящей На поддержку Валюты Недружественных Государств То Не слишком ли Это дорогая цена То есть у нас есть Свои валюты И мы их должны поддерживать Еще один вопрос Криптовалюта Да На поддержание Криптовалюты Необходима Определенная Скажем так База данных Но та база данных Которая сейчас Поддерживается Какая гарантия То что на этой Базе данных Не проводятся Какие-нибудь Математические Исследования Модели Направленные Против нашей страны Спасибо Ну сидит он там Этот главный врач У вас На перевязочном пункте Борется с педикулезом На передовой А что вы его туда отпустили А у него тут задолженность 210% растет Вы что его туда отпустили На СВО Он здесь дел натворил Теперь он поехал На СВО дела творить Что ли Вы что думаете У этих людей Сознание меняется От того Где они находятся Ну вы мне тогда отвечаете Почему у вас Рост 210% Ну отвечайте На вопрос Чем у вас больных Кормят Вашей районной больнице С едой Сергей Алинович Какой едой А за счет чего Они эту еду Прям Это ничего не делаешь Глубоко Уважаемый Товарищ глава Зал почему не включается В зале Я сказал Все Хватит Что непонятно что ли А все Закрыли эту тему Включите зал Делать что надо Вовремя А не тогда Когда петух Клюнет Задницу Ну а что Вот видите Включилась Оказывается Включилась Махачкала После того Как клюнули Ее В задницу Ну хорошо Что зам Есть Мы сегодня Тоже по этому поводу Будем разговаривать На оперативном штамме Пригласили Арсена Вот я Во вторник Присутствовал Коллеги Расширенной ГУВД Московской области И Наш непосредственный Начальник Виктор Кузьмич Пауков Отмечал Что данное направление Находится На особом контроле Находится На особом контроле У президента У министра Внутренних дел И сейчас Рассматривается Ряд законопроектов Для удосточения мер Принудительного характера Для иностранных граждан Которые нарушают Законодательство Как было отмечено Основная задача Как он сказал Осветлить Московскую область Для того Чтобы она не зачернялась Будем так сказать Иностранными гражданами Это основная задача Данная задача полиции Которая поставлена На следующие полугодни Стараемся Увязать все те события Которые происходят В стратегическом Военно-стратегическом Оперативном плане Ведь Откровенно То что Последнее событие Это Первое Наверное Я считаю Что это главное Это доктрина США Парктики Почему Парктики Там говорят До 40-го года Льды растают Да не растают Льды Просто Какая-то часть Северно-Ледовитого океана Освобождается Ото льдов И сегодня Конечно Россия К этому делу До этого готовилась Сегодня готовится И основой доминирования В нашем арктическом регионе Это наш ледокольный флот Которого в принципе Ни у кого нигде Никогда не существует Как гражданский Так и военный Это наш северный флот Который находится В нашем базе базирования И здесь вопрос Не нападения России на Америку А здесь вопрос Самый главный Это Наш путь Северный Морской путь Это по сути На сегодня Единственный путь Который не контролируется Соединенными Штатами Америки И их Союзниками И это главное Конечно Есть интересы Которые совпадают У России С Китайской Народной Республикой Чтобы этот путь Не просто был А работал Работал очень хорошо Вы прекрасно знаете Что сегодня Например Путь через Северский канал Как-то Ненавязчиво Стал опасным С помощью наших Товарищей Хуситов Да А этот путь У нас нормальный Поэтому Мы этот путь Должны не просто Защищать Мы должны его Оборонять Сохранять И конечно На это смотреть Но есть и угрозы Когда американцы Говорят Что России угрожает Я напомню Что самая большая Авиабаза Вообще в мире Находится на Аляске Эта авиабаза Точно не для обороны Там как раз Находится средство Нападения А ось Норвегия Аляска Это как раз Противоракетная защита Северного Полушария В том числе Для баллистических Ракет Поэтому здесь Много есть о чем Разговаривать Но самое главное Мы должны Нарочить эту группировку Я хочу напомнить Что американцы Заявили Что в 27 году Китай Будет готов Напасть на Тайвань Ну точнее Если перевести На нормальный язык Американцы Будут готовы Напасть на Китай Господин Писториус Заявил Что в 29 году Будет Сверд Должен быть В полной боевой Готовности Боевать С Россией Сегодня буквально Новый начальник Генерального штаба Великобритании Ролли Вокер Рассказал Что через 3 года Его армия Должна увеличится Вдвое Особенно сухопутная Составляющая А к концу десятилетия Втрое Для того Чтобы противостоять Угрозам России Китая Ирана Корейской Народодемократической Республики Так называемой По их мнению Оси зла Это действия По единому Замыслову Плану Целенаправленно По рубежам Местного времени Соединенных штатов И их Союзников По НАТО По развязыванию Глобального Конфликта В мировом масштабе Это К этому Надо готовиться Надо понимать Как это будет Происходить И на данном этапе Наверное Это главное Отсюда Начинается Заявление Зеленского Что возможно Какое-то перемирие Мы сегодня Смотрим на Украину Да Для нас Это самое важное Сегодня наши Отцы, братья Да И сыновья Защищают Родину На линии Боевого Споря Косновения Но в мировом масштабе Это тот эпизод На сегодняшний день Сдерживание России Для того Чтобы Идать дальше За передыш В общем Коллеги Прежде чем К нам Направиться Ходоки С призывом Оценить Возможную Смену Риторики Терпящего Фиаско На фронте Просроченного Лидера Киевского Режима Настоятельно Просили бы Вас Выяснить Детали Его прозрения Возможно На самом деле Ничего В его оценках Не поменялось А если Он действительно Дозрел До разговора О мире То у него Перед глазами Есть выдвинутые Российским президентом Месяц назад Мирные предложения И советуем Ему поторопиться Ничего лучше Украина Уже точно Не получит И уж точно Она ни под каким Соусом Не получит Передышку На поле боя В виде Предварительного Прекращения Огня В том Насколько Можно доверять Подобным Схемам С Украиной Мы убедились На примере Минских Договоренностей А пока Гиевский Главарь Думает Наша СВО на Украине Продолжается И цели Ее будут Выполнены Либо на поле боя Либо В результате Переговоров Закон Не надо Пускать тех Кто не знает Языка Не уважает Наши традиции Не уважает Культуру Вот исходя Из этого Надо Наводить Порядок И принимать Решение А знаете Где справжнее Життя Росиан Ні-ні Звісно Не в Їхньому Тєліку Не те Що Розповідають В теплих Ошатних І дуже Дорогих Пропагандистських Студиях Правда Вона Завжди У соціальних Мережах Тому що Там Життя Росиан Без купюр Там Те Що Не Вигадується І не Намагаються Вони Це Якось Все Прикрасити І подати По-особливому Ні Всю Жесть Все Дніща Свого Життя Вони Саме Там Спочатку Самі Фільмують А потім Викладають Тож Власне І ми Як і завжди Зробили Неймовірну Підбірку Соціальних Мереж Росіян Тесняюся Спросить А у нас Президент Це царь і бог У нас Что Нету Конституції У нас Нет Трудової Інспекції Комісії У него Контракты Не существуют Он Свой долг Родине Отдал Отпустите Моего Сына Народ Подскажите Куда Жаловаться Что Делать Сын Получил Несколько Тяжелых Ранений После Первого Ранения Он С железками Которые Не дали Ему Вытащить Не дали Сделать Операцию Потому что Не хватает Людей Сейчас Он получил Тяжелое Ранение У него Осколки В брюхе Его Обратно Отправляют Арестовала Военная Часть Города Калининграда 06 414 Его Заперло Он Сегодня Туда Пришел Его Просто Заперли Арест Сказали Арест На каком Основании Не указано Сообщили О том Что его Следующим Бортом Отправляют Снова На войну Контракт У него Закончился Уже Почти Два Года Назад До Сих Пор Его Не Комиссуют Не Дает Вытащить Железки Сделать Операцию На Охе Я Отравила Здесь Все Видите Мух Открываю Девочки Сейчас Видите Доброе Утро Птичники Моют Воду Прям Возле Птицы Паплики Вот за Дорогой Вот эта Машина Все снимает Все Отходы Мы видим Прекрасно Это Все Помет С двух Сторон Поля Это Все Помет Который Окружает Нас Неприятные Запахи Здесь Подождите Уважаемый президент Российской Федерации Владимир Владимирович Влава ФСБ России Борников Александр Васильевич Председатель Следственного комитета Бастрикин Александр Федорович Генеральный прокурор Краснов Игорь Викторович Обращаемся как В бригаду строителей 40 человек Трудящимся на одной из крупнейших Федеральных строек В городе Севастополе В 2019 году Действия предведущих подрядчиков По так называемой Реконструкции общежитий Вызвали широкий Общественный резонанс И целый ряд уголовных дел По фактам Хищения государственных средств После вмешательства Федерального министра образования Из бюджета России Дополнительно Выделено 5 миллиардов рублей На новое строительство Суденческих общежитий Согласно сведениям Системы госзакупки Государственный заказчик Уже перечислил Генеральному подрядчику Почти 2 миллиарда рублей На сегодняшний день На стройке ведутся Работы по устройству Монолитных конструкций Мы севастопольцы И наша бригада И 40 человек Полностью качественно И в срок выполняла Работы по устройству Монолитных конструкций Для общежитий Однако выполнены работы Уже почти как 3 месяца Не оплачены Перед нами долг Составляет более 5 миллионов рублей Из-за задолженности Возникшей на главной Федеральной стройке Рабочим нечем Кормить свои семьи Пропала надежда На справедливость Наши записи На прием к ректору СВУ И его ответственным лицам Проигнорированы После публикации В черном списке Севастополя Наша проблема Не решена Никто из правоохранителей Внимание на эту проблему Не обратил Мы уверены Что плата За выполненные наши работы До нас не дошла Я сел в карманах Таких лиц Руководящих этой скандальной стройкой В лице Белова Алексея Леонидовича И Седукова Александра Вадимовича Есть подтверждающая аудиозапись С Беловым Что Белов Алексей Леонидович Передал сумму В 19 миллионов 750 тысяч рублей Седукову Александру Вадимовичу На которой был приобретен Автомобиль Лангкрузер И взяты в лизинг Или взяты в аренду Два грузовых автомобиля Которые приносят им до сих пор Прибыль на опру в строй И работают где-то в ЛНР Просим следственные органы Разобраться Поскольку ответственные лица Севастополя Избегают общения с нами Мы вынуждены обратиться За помощью федеральные органы власти Мы знаем Что только вмешательство Администрации Президента России Следственного комитета ФСБ И Генеральной прокуратуры Поможет восстановить Нарушенные наши права В инстаграме под моим рилсом Написала мне комментарии Женщина Из страны соседа Ну естественно обозленная На нашу республику Непонятно почему Ну ладно Значит Ой Написала мне На комментарии По поводу Магазина Домино Что там не было Брендовой одежды Что там одевались Эскортницы Ну естественно Я ей ответила Что Эскортницы Это Красивые Уверенные Обеспеченные В себе Женщины Вот И раз она считает Что это Магазин содержанок То Что там делала она Вот Написала Что В этом магазине Якобы В этом магазине Якобы Были там Подделки Девочки С которыми Я общаюсь Продавцы из Домино Отреагировали Лежат с инфарктом Потому что Я знаю лично Что они Летали в Милан На заказы Естественно Они тоже Об этом знают Что они летали В Милан На заказы В общем У девочек Инфаркт Ну вы понимаете Да Но Самое Интересное Не это Самое интересное Другое Вот это Дама Комментатор Которая у нас Очень разбирается В брендовой одежде Потому что Вы же понимаете Она в Домино Ну такую бы Как она Просто охранник Не пропустив Просто в магазин Он бы сказал Женщина уходите Потому что Такие как Вы у нас Воруют одежду Ну вы же понимаете Ее озлобленность Она Сделала скрин Моего комментария Хотя он На странице У меня То есть Я его не убирала Ни мой Ни ее И написала Посмотрите Кто мне ответил Да Вы представляете То есть Насколько она Она считает Себя Низкой Какой-то Мелкой Вонючкой Какой-то Амебой Которая Гордится Тем Для нее Это нонсенс Что ей Ответила Королева Андреевская Сделать Скрин Комментария О Спасибо За свет Сделать Скрин Комментария Посмотрите Кто мне Ответил Она Ходит Она Теперь Комментарий Будет Всем знакомым Показывать Знаете Как мой Автограф Дорогая А скажи мне Пожалуйста А если я Плюну тебе В лицо Ты умываться Год не будешь И будешь Всем ходить И рассказывать Что меня Обхаркала Королева Вот такие Как ты Дают мне Эту популярность Такие Как ты Вот такие Вот Мелкие Людишки Как ты Дают мне Вот этот Хейт Благодаря Которому Я стала Знаменитой Это Надо Так себя Унизить Что Сделать Скрин Коментария Мы с этим Вітаемо Тому что Все Те терпение Кому Ми Навчилися Весь Цей Аналіз И критичное Мислення Обовязково Допоможуть нам Легше Пройти Весь Непрости Шлях До Нашої Перемоги Не забывайте Коментувати Почути Йо Побачене Обовязково Лишайте Нам Сподобайку Тому що Тільки так Ми можем Розповсюджувати Цю Зібрану Інформацію Ну і звісно Підписуйтесь Обовязково На YouTube Канал Курбанова Лайф Бережіть Себе Бережіть Україну До зустрічі